Это программа День с толком в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Вот некоторые темы этого выпуска. На бывшего замглавы администрации Барнаула завели уголовное дело. В чем обвиняют Юрия Еремеева? На Алтай завершился первый сезон специального проекта для школьников, которые хотят работать в медицине, где ждут будущих специалистов и в ком остро нуждаются врачи. Без выкупа невесты и гристых вин, но с маршем Мендельсона в Барнаульской колонии прошло бракосочетание сразу четырех пар, как проходят свадьбы в неволе. Следком возбудил уголовное дело в отношении бывшего замглавы администрации Барнаула. Юрия Еремеева подозревает в получении взятки в значительном размере. Сотрудники ФСБ предварительно установили, что в период с 2015 по 2016 годы на должности главы администрации центрального района Барнаула подозреваемый получил взятку. На принадлежащем ему земельном участке некий гражданин выполнил строительно-монтажные работы. За это ему обещали назначение на руководящую должность в районную администрацию. В связи с тем, что подозреваемый дает признательные показания, в отношении него следователям Следственного комитета будет избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается. Устанавливают иные факты незаконной деятельности бывшего чиновника. К другим темам. Экономика Алтайского края восстановилась и даже превзошла уровень доковидного времени. В правительстве края подвели итоги социально-экономического развития за 2021 год. С закладами выступили руководители профильных министерств. Подробностью Валентина Аскеровой. Хорошие новости. Судя по данным 2021 года, экономика края превысила доковидный уровень. На 2% отметил министр экономразвития Анатолий Нагорнов. Большинство предприятий перенастроили свои производства. Помогли в этом экспортные возможности и поддержка бизнеса. Подросла и общая стоимость всех алтайских товаров и услуг. Объем валово-регионального продукта по итогам 2021 года оценивается в размере 770 миллиардов рублей. Это 3% роста к предыдущему 2020 году. В промышленном производстве уровень допандемийного 2019 года превышен почти на 3%. В сельском хозяйстве на 14%, а в строительстве на 20%. Ввод жилья увеличен на 0,35%. Главным фактором жилищного строительства стало ипотечное кредитование, в том числе льготная ипотека, субсидируемая государством. Объем ипотечных кредитов на покупку жилья на первичном рынке в предыдущем 2021 году вырос в 2,2 раза. Еще один важный показатель – уровень зарплат. Начальник управления региона по труду и занятости Надежда Капура отметила рост почти на 1,5%. Правда, у губернатора возникли вопросы. Если мы с вами выйдем на улицу, сейчас проведем опрос, или как-то устроен, проведем опрос, мы подтверждения ощущениями этих цифр не получим. Как подтверждать, что имеет место рост зарплаты? Очень бурно принимали региональное соглашение в конце прошлого года. Не годится, не годится. Что это за аргумент? Да, тенденция в реальном секторе по заработной плате все-таки 110% выше, чем в среднем. Я говорю, что это за аргумент? Минимальный уровень зарплат в крае сегодня составляет около 17 тысяч рублей. Кстати, один из самых высоких показателей в России, отчитались чиновники. Еще один итог 2021-го – труда занятых в регионе стало больше, а на рынке труда количество вакансий превысило число безработных. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. Пять столкновений автомобилей с поездами предотвратили в этом году железнодорожники края. Дежурные по переездам включали заградительную сигнализацию, чтобы оперативно предупредить машинистов. Нарушители почти всегда игнорируют правила движения. Представители РЖД совместно с автоинспекторами в очередной раз напомнили, что правила надо соблюдать. Было очень много случаев, что когда не просто под красный сигнал светофора ехали автомобилисты, а когда даже сбивали шлагбаумы, когда ехали водители в нетрезвом состоянии. Дежурный по переезду бывшая учительница работает давно. Не единожды ей удавалось предупредить машинистов о неадекватных водителях авто. Говорит, при ней пострадавших на переезде не было, но так бывает далеко не всегда. За 50 лет работы водителем нарушений ни одного не делал на переезду. А видели, что были какие-то нарушения? Были. Ну, торопятся, быстрее надо проскочить. Если нет шлагбаума, знак стоит. Остановка обязательна. Мы летим прямо. Нам надо быстрее. К примеру, 24 декабря прошлого года в Куландинском районе водитель автобуса проигнорировал красный сигнал светофора. Из 16 пассажиров пострадало семеро. Все помнят учительницу, которая решила подвезти детей до дома. По итогу, в результате ДТП на переезде в Тальменском районе погибли трое детей. Здесь был последний случай. Это на Вильжановке. Получается, маршрут у нас был автобуса номер 5. Он уже пытался, получается, проехать. Сломал нам шлагбаум. Ну, он был остановлен, соответственно. После чего был также вызван наряд у ГИБДД. Ну, и с водителем была проведена плюс беседа. По Алтайскому краю достаточно много ДТП происходит. Будьте внимательны на ЖД-переездах. Девушки вот сейчас вам дадут агитационные сувениры. Да, всегда. Напомним, объезд шлагбаума или специального ограждения пути, выезд на железнодорожный переезд на запрещающие сигналы, как правило, приводит к трагедии. Хорошо, если нарушитель отделается лишь штрафом. Административная ответственность у нас предусмотрена. Либо 5 тысяч штрафов по половине, как привыкли водители, он не платится. Либо лишение от 3 до 6 месяцев. За повторное правонарушение у нас предусмотрено только лишение. Чаще всего в прошлом году водители грубо нарушали правила движения в Каменском и Рубцовском районах. И хотя статистика этого года пока радует, в крае произошло всего одно ДТП на переездах. Пренебрегать правилами и не соблюдать дисциплину железнодорожники не советуют. Ведь прошлый год, а тогда было 8 ДТП, показал, насколько печальными могут быть последствия нарушений. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком. Проблема с нехваткой медицинского персонала в Алтайском крае по-прежнему актуальна. Особенно остро ее ощущают в отдаленных районах края. Для того, чтобы снабдить кадрами медучреждения, на базе Барнаульского медколледжа реализовали проект для школьников, который в будущем планирует работать в среднем звене здравоохранения. Подробности в сюжете. Эти школьники выбрали делом жизни медицину. И на некоторых из них уже возлагают большие надежды. Поучаствовав в проекте «Медицинский кадровый резерв-22», ученики школ не только улучшили портфолио, но и сделали первые шаги для трудоустройства. Проект помог мне понять, подхожу я или нет к профессии медика. Но я принял решение, что подхожу. Приятно слышать положительные отзывы. И прежде всего намерение у ребят, которые завершили этот проект, о том, что они готовы уже рассматривать вариант заключения целевого договора на обучение в нашем колледже со стороны центральной районной больницы Алиска. Проект проходил на базе Барнаульского медколледжа. Здесь выпускают средний медперсонал, которого остро не хватает. Краю требуется 1920 сотрудников. 1200 из них, по данным Минздрава, край потерял за два года пандемии. Речь и об учреждениях дальних сел и края. Так, в диагностический центр нужно 11 фельдшеров-лаборантов. На старте проекта кадрового резерва было 20 участников. Финишировали двое. Конечно, в масштабах всего здравоохранения, может быть, здравоохранение Аутайского края – это не такая большая цифра, но применимо к нашему району, Калейскому району. Пусть даже будет и два человека являются потенциальными будущими нашими медицинскими работниками, фельдшерами. В марте в соцсетях появилось анонимное письмо студентов медколледжа с жалобой на слабую образовательную программу. Некоторые школьники после этого задумались, куда именно поступать. Но другие студенты заявляют, что им получать знания ничего не мешает. Как я считаю, это люди просто были не заинтересованы в учебе. И в первую очередь это зависит от тебя. Если ты хочешь учиться, ты будешь учиться. Если ты не хочешь, ты просто будешь жаловаться. У меня многие одногруппники работают так же. И в лечебных учреждениях они успевают учиться и там получать знания, и здесь получать знания. В списке самых нуждающихся в среднем медперсонале десяток районов. Панкрушихинский, Крутихинский, Куринский. Обеспеченность кадрами там на уровне 70%. Ниже в Славгородском, Белокурихе и Равом. Кстати, большинство студентов уже знают место своей будущей работы. Способствуют этому и меры поддержки. Ребята, уже узнав о том, что они будут иметь дополнительные выплаты к заработной плате, после того, как будут иметь статус молодого специалиста, они больше ориентированы на то, чтобы остаться работать именно в Алтайском крае. Проект кадрового резерва для школьников планируют продолжать и расширять его географию. В этот раз в нем участвовал Олейский район. Но, по словам Бондаренко, активность самих муниципалитетов – еще один фактор решения проблемы кадров. София Цинко, Вадим Быстревский, День с толком. Майские праздники по всей России не будут продлять до 10 дней. Но у регионов есть право самостоятельно принять такое решение. Об этом заявили в Министерстве труда. Ранее некоторые депутаты и чиновники предлагали продлить майские праздники и отдыхать с 1 по 10 мая. На данный момент неизвестно, будут ли в Алтайском крае вводить внеплановые каникулы. Напомним, в этом году мы отдыхаем с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. В Алтайском крае на сегодняшний день работает почти 400 зерносушилок. В качестве источника энергии для них фермеры, как правило, раньше использовали жиженый газ или дизельное топливо. Однако последнее нередко загрязняет зерно и становится причиной несчастных случаев. О том, что может облегчить жизни сельхозпроизводителям, наш следующий сюжет. Зерно с запахом горючего, высокий расход топлива и частые возгорания. Именно с такими проблемами сталкиваются фермеры, использующие в хозяйстве зерносушилки прошлых поколений. При этом исключением не является даже итальянское оборудование. Однако уже несколько лет Газпром газораспределения Барнаула реализует программу перевода машин для сушки на природный газ. Мы ее включили в линию, то есть в общую линию мехтока. Зерно сразу идет с поля, засыпается в яму, если она влажная, проходит через сушилку. Ну и где-то порядка 40 тонн в час мы перерабатываем нормально. Переход на газ в этом фермерском хозяйстве произошел еще три года назад. Два с половиной года Александр использовал сжиженный газ, а полгода назад обратился в компанию Газпром газораспределения Барнаул, чтобы перейти на природный. И если объемы сушки после этого выросли, то затраты снизились. Теперь вместо 55 тысяч рублей в сутки, которые уходили на оплату дистоплива, Александр тратит не более 15. Также значительно упростилось и управление. На смену механической системе пришла электронная. Здесь высвечивается полностью схема зерна. То есть все транспортеры, все функции сушилки здесь обеспечивают. Это указана температура, скорость на выходе, скорость на входе зерна, ну и влажность, естественно, здесь же контролируется. Благодаря этому отпала необходимость вручную контролировать температуру горения топлива. Работа зерносушилок автоматическая. После сгорания газа нагретый воздух поступает внутрь зерносушилки и равномерно прогревает зерно, при этом исключая возможность пригорания и перегрева. Природный газ на сегодняшний день – это самое экологическое топливо, оно самое эффективное, потому что КПД котлов, горелок достигается не ниже 90%. И, соответственно, для сельхозпроизводителей сегодня очень востребован перевод на природный газ. Об этом говорят и цифры. Ежегодно в Алтайском крае газовики подписывают порядка 10 договоров о переводе зерносушилок на природный газ. А для того, чтобы фермеры успели подготовить урожай к поставкам, специалисты стараются провести подключение за сезон. При этом сокращению сроков способствует и то, что большая часть оборудования, в том числе сертифицированные газовые горелки, изготавливаются в крае на предприятии комплекс «Агро». Самое главное, в чем преимущество природного газа – это экономика. Естественно, нет проблем с логистикой поставки газа природного, нет проблем с его качеством, потому что оно всегда стабильно. И самое главное – это более устойчивая работа и более стабильная работа предприятия. Для изготовления зерносушилок и газового оборудования на предприятии используют отечественные и белорусские компоненты. Это позволяет развивать производство даже в современных экономических условиях и работать без сбоев поставок. Приятно, что на сегодняшний день малый и средний бизнес адаптируется к внешним рискам, факторам. И продолжает работу. Мы видим, что несмотря на эти сложные условия, у нас продолжается подготовка к урожаю, к сбору урожая. И для того, чтобы фермеры могли перейти на природный источник топлива, газовики продолжают расширять сети газоснабжения. А это дает возможность все большему числу сельхозпроизводителей снизить себестоимость продукции и повысить экологичность производства. Анастасия Дороган, Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком. Журналист нашего телеканала Анастасия Наборщикова, обладатель студенческого ТЭФИ. Награду ей вручили накануне на церемонии награждения в Москве. Всероссийский студенческий конкурс проводится с 2015 года фондом Академии российского телевидения. Он организован для поиска и поощрения студенческих работ и студентов вузов, которые учатся на телевизионных специальностях. В центре стояла самая большая горка. По воспоминаниям тет, дядь, мам и пап, высотой метров 7-8. Анастасия, самый молодой корреспондент нашей редакции, стал победителем в номинации «Репортер» с материалом «Раньше было лучше» о праздновании Нового года на Барнаульской площади Сахарова. Без выкупа невесты и грестых вин, но с маршем Мендельсона и чаепития. В Барнаульской колонии для рецидивистов прошла массовая свадьба. Обменялись с кольцами сразу четыре пары. Подробнее о любви в неволе и почему колючая проволока не стала преградой для создания семьи, расскажет Валентина Аскерова. Подойдите к столу и поставьте подписи в записи акта о заключении брака. Вместо арестантской робы брюки и нарядная рубашка. Сегодня в стенах колонии для рецидивистов торжество. Священными узами брака под маршем Мендельсона сочетаются четыре пары. Главного события в жизни молодожены ждали не один год. Стать семьей раньше мешала пандемия. Мы познакомились три года назад. Получается, год назад я уже год в учреждении. И вот спустя три года только расписались. Вы на воле еще познакомились до того, как сюда попали? Да, да, на свободе, конечно. А где, если на секретах? У друзей в гостях. Ольга, у вас какие вообще впечатления от сегодняшнего дня? Вы ожидали, что... Да я год ждала этого дня. Были вы, жених и невеста, а теперь стали муж и жена. Сыграть свадьбу должны были пять пар, но свидетельства о браке получили лишь четыре. Одна невеста не пришла. Как выяснилось позже, пример с Джулией Робертсона не взяла. С собственной свадьбы не сбежала. Просто забыла сдать ПЦР-тест на коронавирус. Но даже то, что в колонии обручились сразу четыре пары – нонсенс за последнее время. До пандемии, скажем так, ограничительных мероприятий, регистрации браков не проводили регулярно. Но с таким торжественным, скажем так, составляющей частью возобновили, потому что по просьбам осужденных хочется почувствовать праздничную атмосферу, чтобы это действительно событие запомнилось в их жизни. «Белая пота, твои грезы, белая пота». Как оцениваете крепкая любовь в наших парах? Я думаю, да, только крепкая любовь могла привести нас сюда. Причем свадьба, говорят сотрудники колонии, положительно влияет на поведение осужденных и помогает им скорее освободиться. Ведь на воле их тут любимые это стимулирует. Кстати, в местах не столь одоленных есть своего рода сайт знакомств – газета «Казенный дом», где осужденные размещают объявления о поиске второй половинки. Так любовь и находят. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. В Барнауле открылась выставка, посвященная 220-летию Колыванского камнерезного завода. Увидеть уникальные работы мастеров-камнерезов можно будет в Краеведческом музее. Эти произведения принесли Алтаю и России в целом всемирную славу. В 19 веке колыванские вазы были своеобразным символом российского императорского двора. Сегодня работы колыванских мастеров хранятся в частных коллекциях Франции, США, Великобритании, Японии и не только. На выставке представлено более 150 работ, начиная с 18 века. Крупные, небольшие вазы, мозаичные панно, ювелирные изделия. Наиболее уникальным является у нас камея «Родомысл». Она 1839 года вырезана была мастером колыванским из двойной яшмы, так называемой, да, и на ней изображен император. И также у нас присутствуют изделия тоже 19 века. Это чаша для полагания измельчения трав из карпонского порфира. На этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит по телевизору и в социальных сетях. Участвуйте в обсуждениях, комментируйте наши материалы, становитесь героями наших сюжетов и обязательно звоните. Телефон нашей редакции 205-545. Ну а через несколько секунд о погоде и спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok